Приветствую всех и мы продолжаем строить наше неоналитовское поселение. В прошлых сериях, если я все правильно помню, мы тут немножечко развились. Научились обрабатывать, вернее не обрабатывать, а делать более совершенные инструменты, где-то они знания, вот они, да. Мы немножко изучили сломанные крыши и будем потихонечку перестраивать наши холубки уже в что-то более такое, вы понимаете, похожее на жилище для наших бедных неоналитовских пацанов и пацанес. В принципе, я даже, наверное, уже один шатер начну перестраивать потихонечку, потому что хуже не будет, как по мне. Мы запас увеличим на 30 единиц, пусть сделаем, хуже не будет. Я вижу, у нас определенные трудности с едой начинаются, мы переходим постепенно на хлеб, потому что нас становится уже довольно-таки много и всех не прокормишь. простым мясом, простой охотой собирательством, да, где же это животных не очень-то. Много, я бы сказал. Поэтому мы переходим постепенно на выращивание хлеба, на его обработку и выпекание. Выпьеря жалюзин, это прекрасно. Следующим, я не знаю, что же открою, наверное, открыл бы я от качества. Там нужно лен сажать будет, да. Это строится шахт, копка колодцев, тоже звучит очень хорошо. Защитные постройки, честно говоря, я не вижу пока что смысла. Вот, мы сейчас построили жилище. И вот так оно, кстати, выглядит. Вот. Как по мне, по мне. Оно прикольно. Вот так оно выглядит сейчас. Могло быть, конечно, и хуже. Да. Вот. А вот так выглядит наше старое жилище, для сравнения. Да, как вы понимаете, самые такие базовые, простые, и в них особо не очень комфортно жить, я думаю, в принципе. Поэтому первым делом мы что, перестраиваем наше жилище потихонечку по одному домику. А потом уже начнем отстройку новых жилищ. Может, еще хранилище шкур улучшить, по идее. Хватит ли нам для этого ресурсов? Вполне себе вроде бы да, нам хватит. Поэтому начнем заниматься тотальной застройкой, всего этой перестройкой. Так сказать, перейдем на новый технологический уровень, можно сказать. Ну, по крайней мере, жилищный точно. О, собака умерла от болезни. Это печально, но с этим ничего сделать не могу. Видите, я построил сани, из-за этого они как-то эффективно все это привозят, отвозят и занимаются этим всем делом, что меня довольно сильно радует. А я, стой, подожди, а мне не стал доступен постройка специализированного амбара какого-нибудь? Да, я могу построить амбар теперь, кстати, а не только длинобидный склад. В принципе, я бы построил, наверное, амбарчик где-нибудь. Вот, и вот здесь. Здесь будет стоять амбар один. Здесь, наверное, я построил второй амбар. Вот, амбаров много не бывает. Потом сделан где-нибудь здесь, вот здесь пассивные, наверное, большие. Прибыл торговец, кстати. Что ты готов нам продать? Как по мне, ничего важного. Поэтому ладно. Так как здесь денег нет, продавать просто по приколу смысла особо нет. То есть нужно обменивать одно на другое. Так, а что у нас вообще по вырубке леса? Я хочу посмотреть. Где у нас вообще это происходит? А вот здесь у нас происходит, потихонечку вырубят. А, северная линия убежала. Так, так. Что мы сейчас построим? Строить качество без культивирования льна, это бессмысленно, на мой взгляд. Поэтому, наверное, мы все-таки построим колодец. Энергия воды какая-то непонятная, кстати. Что это значит, мне не очень ясно, но мы построим колодец. На мой взгляд, это будет очень эффективно. Вопрос, где он? Я на нежилых. Вот, построим колодец. Здесь построим колодец. Здесь построим колодец. И вот здесь поставим колодец. И вот здесь, наверное, мы уберем уже добытчика воды. Потому что зачем? У нас будут люди из колодца набирать все необходимое. Так, здесь у нас хранится все, кроме еды. Едать храниться не будет. Для этого у нас есть амбарчики чудесненькие. Где вся наша пища будет прекрасно лежать. Да. Если я убрал еду, убрал. Вот здесь, то есть. Да, еду я убрал. Потихонечку, кстати, как видите, здесь скорость порчи 1,5. А здесь скорость порчи в 2 раза дольше. А здесь вообще, по идее, в 2,5 раз дольше будет портиться наша еда. В этом прекрасном амбарчике. Это же они из колодца сами водонабирают. Какие они нючки. Потом сейчас мы начнем перестроечку складов, в первую очередь, я думаю. Для того, чтобы уменьшить потерю среди ресурсов из-за гниения банального. А потом мы начнем перестраивать дома потихонечку все. Тоже деревья рубятся. Это хорошо. Перестроим дома, чтобы людям было максимально... То есть у нас мяса, оказывается, так много. Ух ты. Я не знал. Они, небось, по домам... То есть в самих домах скорость порчи в 2 раза дольше, как и на складе, в принципе. То есть амбар в этом плане очень выгоден тем, что позволяет нам как можно дольше сохранить пищу нашу. Но этих домов... О, господи. О, господи. Пацаны. Пацаны, тут медведь. Пацаны. Пацаны. Давайте, налетай. Нет. Нет, нет, нет. Да куда ты побежала, дура? Беги. Беги. Пацаны, атакуйте его. О, все. Так, ну мы на этом не остановимся. Я видел, здесь еще были медведи, да? Вот они, маленькие медведики. На этом мы не остановимся, но перебьем их всех, чтобы в будущем убрать эту угрозу потенциально. Конечно, это не очень, наверное, гуманно. Но, извините меня, мы вне аналитика. Какие гуманности, в принципе, о чем здесь вообще речь? Изучим мегализм. И начнем еще потихонечку строить, во-первых, у меня Дольмен. Да, вот здесь мы построим, красивенький будет. Построим здесь Дольмен. Это похоронная. Да. По идее, похоронная такая штучка. И еще, по идее, нам ввере открылись Кром Лех, Тотема и Менгиры. Бля, ну вот это, конечно, было бы красиво построить, но это очень дорого. Как я помню, это нужно вот эти камушки обрабатывать. На сани их класть и потом уже тащить. Но я думаю, мы этим займемся. Это будет не приоритетная сейчас задача. Так, ты предлагаешь нам кремниевые кирки. Я, на самом деле, их обменял бы на что-то более бесполезное. Типа, проще я бы тебе отдал за это. Наверное, за это я бы тебе еще, ну не знаю. Ну давай один к одному просто поменяемся. Ага, дорого? Нет, да не надо. Тогда обойдемся уж как-нибудь без этого. Потихонечку склады перестраиваются. Сейчас у нас тут все будет храниться. Потом перестроим уже жилые дома. Еда здесь хранится не должна. Ни в коем случае. И начинаем потихонечку перестраивать домики наши. Я думаю, да. И, наверное, потом будем строить новенькие домики. Хотя они сейчас вмещают в себя больше жителей, чем прошлые. Этот, улучшенная хижина, вмещает 4 человека. А вот это всего троих. Они дают больше престижа. Позволяют людям здесь греться. Да, 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 да. Это как бы. Потом мы это улучшим до круглого дома. Это будет совсем классная штучка. Пока что этих трех полей, я вижу, нам вполне хватает. Пусть мы там еще ягодки собираем, рыбку. Все вот такое. Вот здесь я вижу процесс захоронения сейчас идет. Или почитание, или молитв. У меня очень прикольно. Здесь какой-то еще рисуночек нарисован. Погребальный такой. Интересно, интересно. Все это прикольно и интересно, я не спорю. Но у нас сейчас есть своя цель. Это дальнейшее развитие нашей маленькой цивилизации. Прото-цивилизации. Потом, я думаю, в будущем построим красивые стены какие-нибудь. Поставим башни. Будет очень все классно и круто. Не знаю, на самом деле, как вам эта игрушка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, в принципе, эта игра. Хотите ли вы ее больше, хотите ли вы ее чаще. Или вы хотите, допустим, увидеть прохождение по Crusable Kings 3. Или по Crusable Kings 2. Может быть, по Европе Универсия 4. А может и по Виктории 2. Напишите об этом в комментариях. Что вы хотите увидеть на канале в дальнейшем. Я все читаю. Ко всем прислушиваюсь. И, исходя из этого, делаю уже свои выводы. Поэтому, ваш голос имеет вес на этом канале. Задумайтесь над этим. Как вы видите, вот мы добыли большие такие куски камня. Вот. Теперь мы должны подготовить ее к перевозке. Для этого мы тратим очень много дерева и кожи. Это сейчас не приоритетно. Поэтому потом. Эти куски камня. Потом берут люди, там, человек 5-10. И на санях тащат его к необходимому месту для постройки. То есть, в нашем случае, это будет Дольмен. Здесь нужно 3 таких огромных камня. Тогда здесь возведется Дольмен. Как-то так. Но пока что, повторяюсь, это не приоритетная задача. Приоритетная задача – это перестройка нашего жилья. Так сказать, будем поправлять обстановку жилищного фонда потихонечку. Вот уже. Есть между двух человек. Хотя мы две хаты разбираем. Вот. И будем вот так как-то это все делать. Жить. И уязвивать. Потом в будущем. А, вот, три человека к нам присоединились как раз таки. Это хорошо. Больше рабочих рук. Ну, это, конечно, еще больше голодных ртов. Но что поделать, как бы. Сами понимаете. Деваться-то некуда. Еда нам вроде как позволяет еще заниматься. Так сказать, безбедно жить. Склады еще, я вижу, неполные. Это хорошо. Так. В дальнейшем я бы, наверное, хотел бы сейчас изучить. Строится шахт. Потому что у нас ресурсы уже потихонечку, так понимаю, окончаются. Конечно, это сейчас незаметно. Но когда все будет заметно, уже будет поздно. Эти две квартирки мы достроили, да? Да. Одну достроили, вторую построили. Еще две квартирки перестраиваем. У нас уже население 41 человек, возможно. Это вообще прекрасный, на мой взгляд, результат. Кстати, если вам нравятся градостроительные такие симуляторы, у меня есть на примете еще две игрушки, которые я тоже хотел бы вам показать. Это Banishad и Life's Feudal. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Ну, и сама свою поставьте лайк под видео. Куда же без него. Поэтому как-то так. Как вы видите, мы переживаем очередную зиму. Сейчас 3 градуса, 2 градуса, по 1 градус, 0 градус по Цельсию и 30 по Фаренгейту. Зима потихонечку протекает. Нагрузки у них, у наших граждан, не особо-то много на самом деле. Работы сейчас, потому что зима. Сейчас весна начнется. Придет пассивная. Будем опять это все как-то называть лучше. В принципе, будем сеять. В принципе, раз у них заняться нечем, у нас ресурсы вроде как имеются. Эти два камня, наверное, мы все-таки перетащим и построим, как называется еще раз? Дальмен. Построим дальменщик. Еще бы я, наверное, хотел найти еще один этого где-нибудь камушек. Но я не знаю, где он. Я его почему-то не вижу. Кстати, сейчас вы наблюдаете режим орлиного зрения. Он чем-то напоминает способность всех ассасинов из серии Ассасин Кридс. Поэтому как-то вот... В какой-то степени я тоже сейчас ассасин. Но, к сожалению, я не могу найти сейчас... А вот мегалитик. Может, я где-то еще видел? Просто я слепой. Он белого цвета должен быть, да? Вот он еще. А, нет, они его тащили. Или что? А, нет, вот еще этот добыть. Вот, как-то так. Что тут еще есть? Это что-то, не пойми что. Здесь еще есть дальменчик. А, не дальменчик, а мегалитики. Всех его вскопаем. И потом поперетаскиваем. Так, вот, как видите, пацанчики наши... Сейчас. Пацанчики наши сделали вот такие салазки большие. И вот так тащат его. Да. Просто красавчики. Вчетвером вот такую каменюку тащить чисто на... Конечно, в реальности это выглядело так, чтобы они подкладывали эти... Как он называется. И с конца в начало перекладывали бы бревна, но бы вот так скатывалось. Но это игра, поэтому это не реализовано. Поэтому это вылет очень довольно-таки странно, что это не вот так тащит просто его. На самом деле, там должны эти бревна перекладывать с конца вперед и потихонечку так протаскивать. В реальность, я думаю, у них бы это заняло неделю. Чтобы такую каменюку... Ну, втроем уж точно неделю, чтобы такую каменюку доставить. Особенно в горочку. В горочку, чтобы доставить. Поэтому как-то так. Эти камни мы уберем, чтобы было более красиво. Здесь у нас в залежи есть медной руды для дальнейшей ее обработки. Сейчас я изучу строительство шахт. Мы посмотрим, где у нас есть уже опустевшие руды. Точнее, не руды, а жилы. Там мы сможем уже без проблем поставить... Вот здесь, к примеру, уже кремни нет. Ну как? Поверхностные руды были все добыты. Поэтому нужно сейчас заниматься уже углублением. Так, спокойно, вот так, да? Вот. Здесь построим шахту. Они будут уже из недр добывать кремниевые залежи. Конечно, это пока не очень, наверное, важно. Здесь тоже мегалиты мы поставим. Как у нас там перестройка идет наша великая, которая по плану? Осталось всего два шатра. И население у нас будет, это примерно 52 человека доступно. Это как бы очень хороший нам результат. Главное, чтобы мы не обосрались с количеством пищи, которая у нас имеется. Потому что мы можем обосраться. Как бы это грустно ни звучало, но когда очень много людей берешь, то можно не рассчитать количество необходимой для них пищи для выживания. И из-за чего наступит смерть всей нашей колонии многострадальной, которая очень долго строилась и достигала такого уровня. Так, здесь мы, я вижу, они достроили уже. Извиняюсь. Атака налетчиков, это плохо. Зазываем поселения. Как-то я их не увидел. Они прямо здесь у шахты появились. Как добычу пока не надо начинать, я думаю. У нас пока поверхностных материалов много. Сейчас мы здесь скооперируемся. Вот, наше племя скооперировалось. И готово, в принципе, дать бои всем. Сейчас посмотрим, как пойдет Махач. Я, в принципе, даже, наверное, первого лица посмотрел бы. Племя захватчиков, в них летят копья. Да, все, мы их перебили. Потеряли, так понимаю, одного человека всего лишь. Это, конечно, печально, но по-другому-то никак. Сейчас, наверное, я бы изучил все-таки бобовые. И, наверное, сделал бы еще посевную для бобов, на мой взгляд. Здесь нам открылся фасоль, нут и чечевичка. Чечевичка. Не очень пока я представляю, куда это все лучше располагать. Наверное, где-нибудь здесь бы сделал небольшие такие посевные, в принципе. Здесь бы сделал небольшие. А, здесь нигде нельзя сделать. Здесь бы сделал, наверное. Немножко нута посадил бы и чечевички вот здесь где-нибудь. Немножечко мы посадим пока что. Это, конечно, наверное, выглядит все не очень-таки камильфой и красиво. Но у меня принцип пока работает, значит, хорошо все. Купим сыра. Продадим им пращи. Лук один продадим. И давай добьем это все одеждой. А замену тебе мы, наверное, возьмем зерно. Чтобы... Да, вот так. Все. Чтобы не переплачивать. Ох, такой. Там много выскакало. Ладно. Они, кстати, замочили его. Малцы, малцы. Замочили его в туалете. Просто красавчики. Я вижу, здесь всю зону для леса уже вырубили. Будем потихонечку сюда переезжать. Здесь уже один камень лежит готов. Сейчас привезут еще один камушек. Ну, он лежит, да? Построим саладочки. И пусть они его уже потихонечку тащат до дома, до хаты. А вот здесь уже я вижу, пацаны тащат. Здесь саладки. А, здесь не хватает, да? Дерев. Это можно добыть на будущее. Просто сразу поотмечаю, чтобы потом меньше, меньше заниматься. Это вот такой исследовательской работой карты. Как вы видите, здесь на всей территории карты какая-то жизнь кипит. Какие-то там волки, олени, что-то все бегают, умирают, размножаются. Непонятно. Ну, ладно. Зато есть такое чувство, не живучести, а чувство того, что кипит жизнь. Это прекрасно. Ну, добыли уже сто единиц дерева. Извиняюсь. Извиняюсь очень сильно. И теперь вот так. Последние дома были перестроены, я вижу. И теперь у нас лимит 48 человек. Это хороший лимит. Пока что я не вижу смысла строить какие-либо здания. Того, что у нас имеется, должно, по идее, хватить для выживания наших людишек. И я, наверное, еще подумываю построить... Я бы построил, наверное, Кромлях. Прямо здесь. Да. И потом, наверное, за хоронение я бы построил Курган. Да. Ну, еще можно пару мингирей построить. Здесь мингирь поставить. Здесь мингирь поставить. И вот здесь мингирь поставить. И то у нас идет 9 штук, что на строительство такого большого проекта. Это довольно-таки дорого. И долго. Но потом, в будущем, когда археологи найдут наше поселение, они удивятся тому, насколько сильно была разница нашей первобытной ребятки. Что они вот такие интересные строения смогли возводить. А может быть, даже наш Кромляхс достоит и до новой эпохи, когда уже люди будут сытыми, одетыми, не будут воевать друг с другом. Будут просто учиться, размножаться и кайфовать. Возможно, когда-нибудь наши предки найдут это поселение. И в центре которого будет вот этот замечательный Кромляхс, который сейчас только начал строиться. Также мы изучим оккультивирование льна. И сделаем посадочку. Это уже будет на следующий год, я думаю. Посевчики. Вот так сделаем. Вот здесь сделаем. Конечно, здесь климат не очень. Не климат, а местность. Ну, вот такими, типа, как это называют. Вот здесь еще можно, вижу, посадить кусочек. Ну, так, как-то пока хватит. Нео-фермер я разблокировал. Я уже нахожу где-то на половине игры. В технологическом родном. Игра сама так подсказывает. Поэтому вот как-то так. А Кромляхс, это не Кромляхс, это Дольмен. Дольмен мы достроили. Выглядит это вот так. Это погребальное, как назвать, не погребальное. Это место захоронения жителей. То есть под ним, это понимая, теоретически они хоронятся. Вот. Эти захоронения, это такие банальные, но не банальные, базовые такие. Вот. А это будет, построим еще наш, типа, религиозно-социальный, социально-политический сектор Кромляхс. Вот. Здесь у нас будет там какие-то обряды проводиться, собрание жителей. И все вот такое. Казни, правосудие. Все это будет там проводиться. Но это будет уже совершенно в другой серии. Точнее, в следующей. А пока что я хочу попросить вас поставить лайк. Подписаться на канал. Можете, если вам вообще не сложно и понравилось видео, скинуть этот видеоролик своему другу, который увлекается стратегиями. Возможно, ему понравится мое творчество. А вам всем удачи. И до встречи в новых сериях. Продолжение следует...